Вы часто носите воду в бутылках из-под минералки или наливаете в многоразовую пластиковую тару? А как насчет кофе в бумажных стаканчиках, из которых так удобно пить на ходу? Все это может быть вредно как для вашего организма, так и для окружающей среды. С вами Lifehacker и сегодня мы поговорим об опасности, которую таит в себе пластиковая упаковка. Кажется вполне естественным налить воду в бутылку из-под минералки и отправиться на пробежку или в спортзал. И вообще, использовать эту бутылку столько раз, сколько нужно, пока случайно не выбросишь или не потеряешь. На самом деле, бутылки из пластика PET можно использовать только один раз. Выпивайте воду и выбрасывайте. Повторное их использование может причинить вред организму. Дело в том, что стенки бутылок PET, контактирующие с жидкостью, начинают выделять вредные вещества примерно через 3 месяца. Этиленгликоль, формальдегид, остатки катализаторов, ацетаты цинка, марганца, кабальта и прочие вредные для организма вещества могут попасть в жидкость при неправильном хранении и использовании емкости PET. А если и поставщик не соблюдал условия и сроки хранения, вредных веществ в жидкости будет еще больше. Например, если температура хранения бутылок с жидкостью достигает 28 градусов, вредные для человека соединения из пластиковой тары проникают в жидкость гораздо быстрее, чем через 3 месяца использования. А ведь такая жара летом совсем не редкость. Кроме того, мыть такие бутылки нужно при температуре не ниже 62 градусов Цельсия. А не так, вылили остатки, сполоснули прохладной водичкой из-под крана и порядок. При такой недобросовестной обработке бактерии и микроорганизмы начинают размножаться в бешеном темпе. А если еще и температура на улице высокая, можете считать свою бутылку рассадником микробов. А что если помыть PET-бутылку в посудомоечной машине или обдать ее кипятком, чтобы убить бактерии? Ну тогда она потеряет свою форму, попросту съежится от такой температуры. Чтобы узнать, что бутылка изготовлена из PET, найдите на ней маркировку, значок с цифрой 1 или с буквами PET. Вы можете найти ее на дне бутылки или на этикетке. Еще один не самый безопасный материал, из которого изготавливаются бутылки – поликарбонат. Это более прочный материал, из которого изготавливают бутылки для многоразового использования. Их можно продезинфицировать при высокой температуре и формы они не потеряют. Однако и такая тара может быть опасна для здоровья. При производстве таких бутылок используют вещество бисфенол А, потенциально опасное для здоровья. Впервые БФА был признан опасным и запрещен для использования в пищевой упаковке в Канаде. А через два года его признало опасным управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов в США. Бисфенол А негативно влияет на мозг и репродуктивную систему. Является канцерогеном, может провоцировать сахарный диабет и ожирение. В Европе и России он считается безопасным. Однако Еврокомиссия запретила кормить младенцев из бутылочек, в состав которых входит бисфенол А. В общем, стоит ли рисковать – решать вам. На таре из поликарбоната должен быть значок с цифрой 7. Также не стоит использовать бутылки из ПВХ. Они могут содержать бисфенол А. Кроме того, при производстве таких бутылок в атмосферу выбрасывается большое количество винилхлорида, опасного канцерогенного вещества. О том, что бутылка сделана из ПВХ, говорит значок с надписью 3 и буквами ПВЦ или ПВХ. Что же делать? Каждый раз покупать минеральную воду и выбрасывать бутылку? Не обязательно. Более того, вредно для окружающей среды. Можно приобрести многоразовую бутылку для воды из безопасного материала, нержавеющей стали, стекла или пищевого полипропилена. Маркировка полипропилена цифра 5 или буква ПП. Это одна из самых безопасных пластмасс, которая начинает выделять вредные вещества только при нагревании до 200 градусов, что маловероятно в домашних условиях. Из такой пластмассы делают, например, бутылочки для детского питания. Вот здесь можно найти маркировку с двумя буквами ПП. С водой разобрались. Как насчет кофе? Вы часто покупаете кофе в бумажных стаканчиках. Казалось бы, стаканчики бумажные, значит и вреда от них никакого ни для человека, ни для окружающей среды. Но внутри у таких стаканчиков есть пленка из полистирола, потенциально опасного вещества. Он выделяет канцерогены, бензолостирол. Кроме того, перерабатывать бумажные стаканчики с пленкой не так просто. Никто не будет отделять пленку от бумаги, а значит вместе с органическими отходами пластик отправится на свалку, загрязняет окружающую среду и способствует гибели животных и птиц. Что делать? Можно купить многоразовый тамблер для кофе из нержавеющей стали. Он и выглядит симпатично и не загрязняет окружающую среду, не выделяет никаких вредных веществ. Да, еще каждый раз, когда вы пьете кофе из такого тамблера или из своей многоразовой бутылки для воды, вы сокращаете количество потребляемого пластика в мире. Вы смотрели Lifehacker? Берегите себя и выбирайте безопасную упаковку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова